Спортивные новости. Самбо – это национальный российский вид спорта. Он активно развивается в Славинском районе. Об этом убедительно свидетельствует проведение муниципальных соревнований среди школьников по самбо в рамках Всероссийской школьной лиги «Самбо. Время первых». Самбо – это универсальное единоборство. В нем есть приемы из нескольких десятков спортивных и национальных единоборств, а также различных систем самозащиты. Благодаря этому оно очень интересно для молодежи и все увереннее завоевывает популярность в Славинском районе. Этому способствует реализация проекта «Самбо в школу». Развитию спорта помогают соревнования. На базе Центра спортивных единоборств «Медведь» прошли муниципальные соревнования среди школьников, юношей и девушек 2009-2011 годов рождения по самбо в рамках Всероссийской школьной лиги «Самбо. Время первых». Приуроченные к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ. Физруки выводят на соревнования своих воспитанников. Как вы правильно сказали, ребята увидят свой реальный уровень, посмотрят, к чему стоит стремиться, исправят свои ошибки. А руководители, тренеры плотнее вникнут в этот замечательный вид спорта, изучат организационные моменты, которые необходимы для участия в соревнованиях. Ну и много для себя подчеркнут. Ребята выезжают на краевые, на всероссийские турниры, показывают достойный уровень борьбы. Да, есть еще к чему стремиться, много еще, очень много работы предстоит, но начало уже положено. В состязаниях приняли участие 17 муниципальных общеобразовательных школ, всего 147 юных спортсменов. Самое главное, чтобы горячее желание тренироваться и соревноваться у пришедших ребят только укреплялось. Переехал сюда недавно, но до этого в другом городе занимался самбо. Я считаю, что это помогающий для развития вид спорта, научиться разным приемам. Я считаю, соревнования очень полезны для того, даже если что ты проиграл, ты будешь поражение свое выяснять, из-за чего ты проиграл, исправлять свои ошибки и добиваться своих успехов. Уже 5 лет занимаюсь вольной борьбой. Приехали на соревнования по самбу. Немного хотел себя попробовать в этом стиле. Приехали со школы, готовились. Надо было видеть, с какой самоотдачей юные самбисты боролись, пытаясь опередить соперника. И если одни поединки заканчивались быстро, то в других ребята старались до последних секунд. В итоге среди общеобразовательных школ первое место завоевала 29-я школа, второе, 31-е и третье место разделили 25-я школа и 1-й лицей. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События». Продолжение следует...